Я не понимаю, зачем говорить на этом уебанном языке, когда есть русский язык. Я не понимаю. Реально. Типа, чуваки, просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Просто, ну, я не понимаю, есть же Российская империя, просто вступите в нее, блядь. Вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке, долблю. Ну, найсумнейше в всем, ну, самое плохое в этом, то, что он украинский, украинский, приветствую, что грубо говоря, украинский. И это был такой позор, мои польские друзья все в шоке. Конечно, концерты отменили, хотя он там начал извиняться, меня неправильно поняли. Это такая манера всех мудаков. Сначала насрать, а потом говорить, что неправильно поняли, это был акционизм какой-то, шутка была, они пошутили. Да, все концерты скасованы, все. Концерты скасованы. Я больше скажу, можете передать товарищу, который говорит на нормальном языке, вот этот дебильный гаденыш, я по-другому не назову, дебильный гаденыш, он получит запрет, скорее всего, на въезд в Польшу. Вот, и будут проблемы вообще с Европейским Союзом. Никто таких шуток, урод, аморальный, не понимает. То, что ты дебил, это знает только твоя мама, если бы не было в соцсетях. Теперь знают все, что ты дебил. Да, сам под собой все подрубил. И слава богу, вообще не должно быть российско-мовных исполнителей в Украине. И ничего российского, по крайней мере, пока война и плюс еще десятилетия, вообще не должно быть. Ты, урод моральный, значит, языком оккупанта еще смеешь поляков оскорблять, а среди поляков очень много порядочных людей. Да вообще, даже не говоря про порядочных и непорядочных, а про то, что и проукраинских. Все мои друзья проукраинские. Много там и политиков проукраинских, и людей всяких разных хороших. В Польше наша сестра в любом случае, как бы там ни было сколько проблем, нам придется дружить, и мы перелечены до того, чтобы жить плечо-плечо и сопротивостоять одному врагу. И ты, скотина, приехал и облаял поляков таким образом. Но это, знаешь, диверсия. У меня еще вопрос, а что он там делает? Он, по-моему, призывного возраста. Вот я, например, не могу выехать никуда. Ты не можешь выехать никуда. А этот чувак, эта группа какая-то пошлая моли, какой-то засранец, недоносок какой-то, да? Просто умственно отсталый, судя по виду, потому что он делает сам для себя. Он, значит, этот вот умственно отсталый, он гастролирует по Польше, у него там концерты. Я понимаю сейчас концерты Андрея Хлавнюка в Польше. Андрей Хлавнюк воюет, во-первых, в аэроподразделении, да? Он уничтожает врага сам, собственноручно, да? И он, ну, он патриот, он заслуженный человек. Его концерт это всегда плюс-плюс-плюс. Всегда это мотивирует за Украину. То есть все его концерты, это тоже такая его помощь армии, в любом случае, и так далее, да? А что этот там делает? Я бы хотел узнать, на каком основании он уехал вообще. А то, что он будет в Нонграде в Польше, я практически, практически в этом не сомневаюсь. Поляки очень обижены. Но то, что ты, сука, обосрал собственную страну в такой тяжелый момент, когда нам нужна всяческая поддержка, в том числе в Польше, вот заодно это, заодно это. Ты должен и шачить тут просто, давать концерты, только благотворительные, только украинской мовой, и все отдать армии. Да, вот я не сравниваю этих уродов аморальных с группой Козак Систом, которые сейчас, кстати, на передовой, они поехали туда выступать. Значит, просто я с Иваном Линьотом на связи, но они сейчас в горячих точках, да? Которые там три раза в неделю дают, по-моему, концерт, уже 200 с лишним концертов они дали, там, или 300, 200 с лишним. И все они отправляют армии, на те же самые Мавики, на все, и сам он служит в полиции, ну, вообще как бы. Но ты, конечно, не Линьо, Иван, а какое-то чмо болотное просто, но ответить за эти слова, за этот вред Украине, каждый, кто наносит вред сейчас, вот эти удары в спину, каждый должен отвечать. По крайней мере, я думаю, что он ответит не только отмены концертов, но и падение своей гребаной, ничтожной популярности среди умственно отсталых слоев населения. То есть, что вообще русской музыкой и любые исполнители с таким манером, они просто украинцам разонравятся по давляющему большинству. Я это вижу, что это происходит, они этого, к сожалению, не видят. Но если ты, гад, еще умудряешься срать своей стране во время войны, бить в спину, да, то ты должен либо идти и покаяться и в армию идти, либо делать все для армии, что ты можешь. Вот. И никаких третьих вариантов нет. И я призываю всех, кто пойдет, там, узнает про его концерты в Украине или где-то в другой стране, прийти и в лоб задать ему вопрос. Чем ты помогаешь армии, сволочь? Вот. И что ты сделал для страны, для Украины? Ну, это вопросы такие понятные риторические, но снова к теме, что люди с такого кацапского склада ума и менталитета, они не привыкли извиняться. Но мы должны их заставить извиняться. И мы, и поляки, и все. Потому что эта гниль должна, эта пенка должна уйти куда-то, оттуда под плинтус заползти, а не быть там в мейнстриме и не быть героями инстаграмов, героями там, люди, которые раскачивают страну, там, как какая-нибудь Флорионша там, или, не знаю, там все эти арестовические круги, значит, таких с такими заклаками до торговли Украины и так далее. Они должны быть маргиналами, а не мейнстримерами. И у них не надо брать интервью, их надо посылать, чертовой матери. Пусть со своими дураками сидят, они по всей стране одно и то же. Флорионша вредит уже десятилетиями, понимаешь? Десятилетиями вредит и как бы ничего. Но вина наша главная, это мы ее подаем как продукт, какую-то точку зрения. Это не точка зрения. Про то, что Украина должна быть разорвана по любым причинам, по любым там каким-то критериям, сейчас во время войны это не позиция, это антиукраинская, это пророссийская, по факту позиция, на корость России исключительно. Такие люди должны стать маргиналами, абсолютно на которые не уделяет внимания никто, кроме, я не знаю, там, кота, если у них есть коты, да, все, и с этого хватит. Это максимум, на что они могут рассчитывать. К сожалению, такие люди у нас публичны, вот, и их любят цитировать, но это грех, который мы должны просто перебороть в себе. Они существуют за счет того, что их подают, а не за счет того, что они есть. Да, они пустые сами по себе, в принципе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...